Еще одной обсуждаемой темой являются поправки в закон по вопросам службы в армии. В частности, как отметили эксперты, в этом году изменится формат подготовки специалистов в магистратуре. Теперь больше упор будет сделан на подготовку кадров, которые в будущем посвятят себя научной деятельности. В Минобразование также подчеркнули, что магистранты, проходящие службу в резерве, смогут завершить обучение без препятствий. Для них подготовят индивидуальный план, исходя из службы и рабочего графика. Не менее важный вопрос – поднятие престижа срочной военной службы. Сейчас прорабатываются преференции для отдавших долг Родине. Это вопросы будут рассматриваться, касающиеся страхового стажа, и они прорабатываются на сегодняшний день. Это вопросы, касающиеся поступления в высшие учебные заведения. Это вопросы, касающиеся представления бесплатного жилья, проживания в общежитиях. И ряд других еще вопросов, которые на сегодняшний день находятся в стадии проработки. И, естественно, мы будем их прорабатывать, будем их согласовывать с заинтересованными госорганами. Ну и, естественно, придем к какому-то результату уже. И тогда уже более подробно мы можем на эту тему поговорить, какие преференции будут включены и приняты в дальнейшем. После вступления в силу поправок в закон об эффективной организации военной безопасности государства, число молодых людей, призванных осенью, дополнительно увеличится примерно на 3 тысячи.